Единая дежурно-диспетчерская служба Лабытнанги довольно-таки молодая организация, образована в 2004 году на базе управления ГОУЧС. Создана была для реагирования на экстренные вызовы. Большая часть обращений граждан касается проблем в сфере ЖКХ и вызова скорой медицинской помощи. 24 часа, 7 дней в неделю. Оперативный дежурный ЕДДС всегда на связи с людьми. ЕДДС, Лабытнанги, старший оперативный дежурный Бабенко, слушаю вас. Именно в ЕДДС обычный телефонный звонок воплощается в конкретную помощь для одного человека, дома или, скажем, целой улицы. Поднялась температура, отключили свет, прорвало батарею, затопило двор, стал очевидцем происшествия. С такими проблемами и не только лабытнанцы звонят на короткий номер 112. Ежедневно в смену заступают два оперативных дежурных. Первый удар приходится именно на них. Люди, я думаю, скорее всего, просто по незнанию так о нас думают, потому что мы же принимаем заявки, ставим на контроль и проверяем ее выполнение. И мы же приходим по квартире и выполняем эти заявки, правильно? За сутки в ЕДДС поступает до восьми десятков обращений, за месяц – почти тысяча. Сегодня Игорь Гуляр – дежурный проводник между населением, экстренными и коммунальными службами. Его задача – принять информацию, обработать ее и задать правильное направление для устранения проблемы. На это отводится не больше минуты. Каждый звонок фиксируется в электронной системе 112. Она-то и формирует оперативную сводку по городу. ЕДДС Гуляр беспокоит. Доброго утра. Примите заявку. 1 мая, 57. Квартира 54. У меня тепло в квартире. Бездомные псы – городская проблема. Социальные сети пестрят гневными постами. Авторы сообщений сдают все явки и пароли хвостатых дезертиров. Хотя решить проблему можно всего лишь одним звонком на номер 112. Информация о точках локации животных тут же будет взята на контроль управлением жилищного хозяйства. Агрессивные бродячие псы – серьезный повод для оперативного реагирования. Но, как показывает опыт, не всегда горожане используют номер 112 по прямому его назначению. Вызовите мне такси. Вызовите мне такси. Это раз. И во-вторых, где тут диетический магазин? Вы куда звоните? Женщина 112 в экстренную службу или куда? Мне нужен психолог. Вот у меня Дем не задался, не заладилось. Мне нужно с кем-то выговориться, поговорить. Соединяем психологическую помощь. Потому что мы же не можем занимать оперативную линию непонятными разговорами. Получается, мы с ним будем разговаривать, а кто-то не дождет своей помощи. И таких звонков пустышек свыше 20% от общего количества сообщений. Цифра немаленькая, если учесть, что за 2019 год на короткий номер дозвонилось 10 тысяч лабутнанцев. Светлана Кильникова, Снегир, программа «Время местное».